Кратковременный программный сбой, именно так руководство полетом российского сегмента МКС объяснило внезапный запуск двигателей модуля «Наука». Все произошло сразу после того, как «Наука» пристыковалась к станции. Из-за нештатной ситуации МКС развернуло на 45 градусов. Как ее возвращали в прежнее положение и как теперь модуль будут включать в работу орбитального комплекса. Наука двигает вперед пилотируемую космонавтику, на этот раз в самом прямом смысле. Да так, что МКС развернуло на 45 градусов. Почти сразу стало понятно, что на науке включились двигатели. Специалисты ЦУПа проанализировали данные и сделали вывод, причиной стал кратковременный сбой программного обеспечения. Станция повернулась на 45 градусов примерно, система пыталась удержать. Тем не менее она повернулась, потом пришлось вернуть ее обратно. В общем ориентация восстановлена, прокомментировал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации Роскосмос Сергей Крикалев. Для компенсации импульса пришлось включить двигатели соседнего модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». Странно, что в баках науки еще оставалось топливо. Оно должно было быть выработано во время пристыковки. Американские партнеры, конечно, все это видели и тоже пытались помочь. Внезапная потеря управляемости – редкий случай, но есть стандартные протоколы. Центр управления полетами в Хьюстоне связался с СУПом в Королеве, а также с японским и европейским космическими агентствами. Мы восстановили контроль над МКС и сейчас выясняем, почему на модуле «Наука» неожиданно сработали двигатели, отметил официальный представитель НАСИ РОП «Навяз». Сейчас расследованием этой ситуации занимаются сразу две комиссии Роскосмоса и головного предприятия РКК «Энергия», которые разработала «Науку». Модуль считается космическим долгостроем, его начали создавать еще четверть века назад. Размеры остались старые, а начинка вся новая. Как бы то ни было, модуль вышел на орбиту и пристыковался к МКС. И это открывает новые возможности для космической науки. Манипулятор РР имеет 11 метров длины и способен перемещать грузы и оборудование массой до 8 тонн. Чем модуль «Наука» сильно расширяет функциональные возможности российского сегмента МКС. Столь богато оснащенного самыми различными системами в составе Международной космической станции еще не было, в том числе дополнительные системы регенерации, кислорода и технической воды. Плюс снаружи три стыковочных узла, настоящий космопорт, способны принять сразу несколько новых экипажей. Повторная ошибка, на мой взгляд, исключена, потому что специалисты проанализируют, что произошло. Скорее всего, это какой-то сбой в управляющем компьютере модуля, который выдает команды на включение или выключение двигателей модуля, прокомментировал космонавт-испытатель, герой России Михаил Корниенко. Впереди у космонавтов напряженная работа. Именно на науке российскому экипажу МКС надо будет подключить модуль к станции. На станцию заранее, еще до прилета этого модуля, была доставлена шлюзовая камера, которая будет монтироваться на этом модуле. Будет установлен дополнительный радиатор. У нас в составе этого модуля прилетел европейский манипулятор, который долго ждал своего часа. Вместе с нашими европейскими коллегами будем приводить его в рабочие состояния, смотреть, как он работает, делать там сначала простые пробные команды, смотреть, как он отрабатывает, а потом выполнять более сложные целевые задачи, отметил Сергей Крикалев. На испытания отводится 12 месяцев. До конца этого года Роскосмос планирует отправить на МКС еще один модуль, узловой, который позволит наращивать станцию для приема дополнительных кораблей.